Сидел я, значит, как-то в душном офисе в мае 2018 года на работе. Сижу и думаю, вот бы сейчас хорошо было поехать там, я не знаю, в отпуск куда-нибудь. А еще лучше, чтобы у меня был пассивный доход, который меня бы не привязывал к месту, я бы мог где-нибудь на ноутбуке, как мечтают все фрилансеры, что-нибудь писать и путешествовать. В общем, такие вот мечты меня посещали, и тут коллега за соседним столом, что-то он там обсуждал, я не помню, что обсуждал, но говорит, вот, есть же такая платформа Яндекс.Зен, а работали мы все интернет-маркетологами, и то есть наша задача была продвигать продукты компании через интернет. И вот он упомянул Яндекс.Зен, что там уже можно зарабатывать. Это было между делом произнесено как один из инструментов, и мой мозг зацепился. Ага, зарабатывать в интернете, зарабатывать. А я как раз искал тогда способы, как можно зарабатывать в интернете. Да причем даже не обязательно в интернете, но как-нибудь заработать, так, чтобы не ходить на работу каждый день. А это Криетов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Но сперва небольшая новость, связанная с Яндекс.Зен. Все мы, авторы, очень часто страдаем от того, что наши тексты без разрешения берут и воруют на другие каналы, либо другие сайты. Раньше было очень проблематично проверить, кто же своровал ваши тексты. Однако сейчас на сервисе Text.Ru, о котором вы, наверное, слышали, либо даже, может быть, пользовались, появилась такая специальная возможность специально для проверки уникальности текста на Яндекс.Зен. То есть вот мы заходим, вводим свой текст, ставим галочку, нажимаем проверить на Яндекс.Зен, и все, вуаля, она выдает вам результат. Помимо этого, Text.Ru обладает еще рядом важных и полезных функций. Лично я здесь постоянно проверяю длину своих текстов, чтобы они были не очень короткими, не очень длинными, ну, то есть в самый раз. А еще здесь есть базовая проверка орфографии, это если вы не очень грамотный, SEO-проверка и многое другое. В общем, это инструмент, который может существенно облегчить вашу работу. Попробуйте, и я уверен, вы найдете что-то нужное и полезное для себя. Рассматривал там варианты и майнинга, и инвестиций, и чего только не рассматривал. В общем, Яндекс.Зен. Я услышал название Яндекс.Зен и стал гуглить, что это такое. В общем, погуглил, думаю, а что тянуть, дай-ка я создам свой канал. Завел там почту сразу на Яндексе, сразу зарегистрировал канал. И 22 мая был создан канал Игорь Кретов. Это мой самый первый канал. Я начал на нем писать. Первые статьи были опубликованы, и нифига на нем не получалось выйти на монетизацию. На монетизацию, чтобы тогда выйти, надо было набрать 7 тысяч дочитываний. Это сейчас нужно набрать 10 тысяч минут. Тогда просто 7 тысяч просмотров набираешь, тебя моментально подключают монетизацию. Ну, так же за неделю, естественно. На мои статьи что-то там набирали 50 просмотров, 100 просмотров. Причем канал этот Игорь Кретов, он не назывался тогда Игорь Кретов. Я даже не вспомню, как он назывался, потому что я регулярно там чуть ли не каждые 3 дня менял название и менял какую-то тему. Канал был все обо всем, интересные факты какие-то, не было определенной тематики. Я писал на всякие темы. И вот эти вот всякие темы набирали там 50, 100 дочитываний, очень мало набирали. Я не мог выйти на монетизацию. В результате 13 июня я создаю второй канал, а 14 июня третий канал. Второй канал был по истории, а третий со сказками. То есть интересные какие-то страшные истории были. Получается, с момента создания первого канала и второго канала прошло где-то 20 дней. И вот второму каналу понадобилось там, по-моему, чуть больше недели, где-то, может, недели или две, чтобы выйти на монетизацию. То есть первый канал не мог выйти на монетизацию больше 20 дней, а второй канал вышел очень быстро. Статьи начали набирать дочитывания После этого и третий канал вышел на монетизацию Сейчас как бы точных дат я не назову Потому что с того момента прошло уже два года А статистика вот по выводу денег Она там была сперва не как самозанятой А когда становишься самозанятым То показана статистика только самозанятого Можно посмотреть в принципе статистику Яндекс.Денег Но там чисто даты вывода А даты когда подключена монетизация она не покажет Да как бы вам не принципиально знать В какой именно день я подключил монетизацию Самый первый канал я посмотрел Первая запись у него 22 мая Это который Игорь Кретов Канал по истории и канал со страшными историями и сказками Соответственно первые записи 13 июня и 14 июня В Яндекс.Деньгах я посмотрел Когда выведены были первые деньги Соответственно в истории канала я не могу посмотреть По вкладке монетизация Потому что там показана только статистика самозанятого А самозанятым я только стал в 2020 году Но в Яндекс.Деньгах это возможно Так вот Яндекс.Деньги показывает Что первый вывод денег был 4 июля Это была сумма 1698 рублей Я кстати в одном из старых видео как раз показывал Вот этот вот вывод денег Сейчас не вспомню в каком из них Но тем не менее То есть грубо говоря за 20 дней я заработал 1600 на одном канале И то потому что у меня всего за это время Одна статья успешная была То есть за все время одна успешная статья Второй канал вообще там копейки набирал Он хоть на монетизацию и вышел Там набрал дочитывание Но тоже приносил сущие копейки Я тогда даже не выводил деньги каждый день А они у меня копились Помаленьку там капало Там десятками рублей Даже не сотнями А десятками рублей Они вот набирались Набирались Я потом их в какой-то день выводил Второй вывод денег состоялся у меня 25 декабря С двух каналов я там по-моему где-то 1100 вывел То есть вы понимаете что за 5 месяцев я заработал где-то ну чуть больше 1000 рублей С двух каналов причем Вот такая вот сумма Потом опять у меня то же самое Ничего почти не приходило То есть деньги постепенно копились, копились, копились И уже следующий раз я вывел где-то 7000 Это было 25 марта Ну то есть получается что с 25 декабря По 25 марта я уже заработал нормально больше денег 7000 рублей За 3 месяца получается уже И вот с этого момента уже у меня пошли деньги То есть я начал писать И уже более-менее стали поступать у меня какие-то средства Этого все еще не хватало Чтобы нормально там уйти с работы И начать там жить на эти деньги Но тем не менее Какие-то вот уже приходили дополнительные средства Плюс я начал рассказывать что Вот я зарабатываю на Яндекс Дзен Кстати выпустил тогда первый свой ролик на Ютубе Посвященный Яндекс Дзену Он назывался там по-моему Заработал 25 тысяч рублей на Яндекс Дзене Я его в подсказках прикреплю Это очень старый ролик Там качество ну может быть не самое лучшее Я пришел домой Начал рассказывать Я тогда еще даже видео с экрана не умел делать Я просто рассказал что Вот блин ребята я заработал 25 тысяч рублей за месяц Прикольно же И для меня самого это было удивительно Но поскольку у меня там доказательств никаких не было То некоторые в комментариях писали что Да ты врешь все на Яндекс Дзене Вообще невозможно столько заработать Это все чепуха там Навыдумывал Давай докажи Давай покажи А у меня естественно в ролике там никаких вот этих вот скринов-то и не было Но тем не менее Мне тогда многие поверили И сказали Ну да наверное реально можно и заработать на Яндекс Дзене Это уже потом я научился и запись с экрана делать И там показывать что вот статистика такая-то есть у меня Но тогда все держалось на моих словах Без каких-либо доказательств Но тем не менее я начал зарабатывать на Яндекс Дзен Начал заводить новые каналы Кстати вот канал про фильмы из России с любовью Он был заведен мною намного позже И то в качестве эксперимента там Я решил протестировать что будет там про фильмы И создан то был не с целью заработка А там чисто вот показывать что вот можно писать так статьи Можно делать такие заголовки то есть это такой тестовый даже канал был Сейчас он приносит очень мало денег А больше всего приносит как раз канал Игорь Кретов сейчас денег Канал со страшными историями со сказками вовсе забанен Я думаю его все-таки восстановить Написать туда пару статеек И может быть какие-нибудь художественные тексты туда писать Ну не со страшными историями Потому что Яндекс по-моему не очень любит страшные истории А какие-нибудь такие вот про что-нибудь пока не знаю Но я его определенно восстановлю Может быть сейчас даже допишу этот ролик и пойду его восстанавливать Вот такая вот история в хронологическом порядке Но я совсем не рассказал о том было ли сложно было ли легко Так вот на самом деле пока ты не понимаешь о чем писать То как бы оно кажется все очень сложным Ну то есть вот я уверен что если бы мне сейчас накидали вот каких-нибудь идей Таких вот смотри вот это вот Можно об этом написать Можно о том написать И реально бы это интересовало аудиторию Я бы пошел написал быстро И заработал бы большое количество денег Но никто таких идей не накидывает И поэтому приходится каждый день вот садиться или искать в интернете О чем можно написать там Либо если это на канале Игорь Кретов Ты идешь как бы даже вот по улице в автобусе едешь Не знаю Смотришь на что-то и думаешь Блин вот о чем можно написать Ага вот там что-то происходит Дай-ка я сфотографирую Дай-ка я потом об этом напишу Или в жизни что-то произошло Ты потом под это уже делаешь специально фотографию То есть ставишь камеру Снимаешь и потом рассказываешь об этой ситуации Вот такое-то такое-то произошло Как вариант Отличный вариант Едешь куда-нибудь в поездку в Москву Или там в другой город Там не знаю хоть куда Делаешь много снимков Потом эти снимки как бы у тебя лежат Ты не знаешь даже что с ними делать Ты фотографируешь Ходишь фотографируешь все подряд И никогда не знаешь что может тебе пригодиться То есть вот эта куча снимков Ты потом ее просматриваешь А потом тебе в голову какая-нибудь мысль переходит А надо же вот об этом написать И у тебя кстати вот лежит целая папка С большим количеством фотографий И ты уже с этих фотографий Можешь вставить в свою статью что-то Поэтому я рекомендую вот бережно относиться К своим фотографиям Потому что в любой момент они могут пригодиться Сейчас я не буду отрицать Что начать зарабатывать на Яндекс.Зен Получить монетизацию Немного сложнее чем когда я начинал Когда я начинал конкуренция была намного меньше Когда я начинал можно было набрать просто 7000 дочитываний И сразу же включалась монетизация И только потом ты отправлял документы И пока вот документы были на проверке Все равно у тебя шли деньги То есть рекламные блоки включались сразу Как только ты набрал 7000 дочитываний Вот прям сразу они появлялись Сразу у тебя на счету начислялись деньги Просто вывести ты их мог только тогда Когда твои документы проверят Сейчас все не так Сейчас ты набираешь 10 тысяч минут У тебя не появляются рекламные блоки Канал уходит на проверку Канал проверяется После того, как канал проверили и одобрили, если тебе его еще одобрили и проверили То только после этого ты отправляешь документы, и пока документы на проверке у тебя тоже монетизации нет И только после того, как документы проверят, вот только тогда у тебя подключается монетизация В общем, как говорится, при мне такой фигни не было Но на данный момент все равно авторы выходят на монетизацию, зарабатывают деньги Да, первые месяцы там довольно трудно, да, первые месяцы кажется, что вообще нет показов Но опять же, нужно писать статьи, нужно не сдаваться, нужно делать уникальный контент Если пришел на Дзен по-быстрому срубить бабло, ничего не выйдет, естественно В общем, я так считаю, если вы не согласны, ну как бы это ваше право, я знаю, что многие опускают руки, многие перестают писать, многие опускают руки на том этапе, когда у них канал набирает 10 тысяч минут, отправляют его на проверку, а она не проходит там месяц или даже больше времени, и люди не заводят второй канал, ничего не пишут. Чтобы такого не было, наверное, стоит начинать канал с уникальным контентом, ну то есть публиковать только свои фотографии, то есть делать свои какие-то статьи с уникальным, естественно, текстом, чтобы видно было, что вы автор, плюс не брать хотя бы на начальном этапе какие-то желтые темы, ну то есть делать канал таким, чтобы он точно прошел проверку, то есть чтобы там вообще не к чему было прикопаться. Если вы пишете про какие-то там скандалы у звезд, там какие-нибудь жареные кликбейтные факты, то скорее всего не получите в одобрении монетизации и будете ждать там по несколько месяцев и все забросите. Поэтому еще раз повторюсь, сейчас нужно делать такой канал, который вот вообще ни к чему не прикопаешься, и желательно перед этим прочитать все-таки правила Яндекс.Ден, что там запрещено, что не запрещено, тогда будет больше шансов пройти эту проверку. Вот, а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока!